Поблема мормонского учения о священстве Слово священство никогда в Библии не толкуется как сила Она всегда связана с служением, с неким поручением, которое дано конкретной группе людей Это служение заключалось в конкретных вещах В том, чтобы отправлять службу в скини и собрания все работы по скини Книга чисел, 18 глава, 4 стих То есть священство, о котором говорит Писание Ветхозаветное священство, священство почину Аарона в частности Это было священство, связанное с работой в храме То есть люди, которые занимались обслуживанием деятельности храма Числа, 4 глава, 5 стих Это служение при жертвеннике Главной задачей любого священства Библия называет приношение даров и жертв Послание к евреям, 8 глава, 3 стих Приношение даров и жертв Вне храмовых жертвоприношений левицкого священства вообще существовать не может Потому что Ааронова священство, как мы читаем в послании к евреям Создавалось для того, чтобы приносить снова и снова жертвы за грех народа Которые вдобавок были недостаточно для того, чтобы даровать людям искупление И мы читаем с вами в книге послания к евреям Что Ааронова священство, священство левицкое было упразднено Как раз потому, что оно не способно было даровать людям вечного искупления И вместо этого пришел один новый священник по чину Мелхиседека Который сейчас обладает всем необходимым для того, чтобы даровать нам спасение Очень важно понимать, что послание к евреям не устанавливает нового чина священства Которое можно было бы даровать всем людям Речь идет о том, что было много священников по чину Аарона Которые не могли совершить жертвоприношение, которое было бы раз и навсегда Но вот теперь пришел новый священник уже по чину Мелхиседека Который совершил жертву раз и навсегда и теперь воссел одесную Бога Этот единственный священник, который обладает Мелхиседековым священством Это Господь Иисус Христос Почему он назван священником по чину Мелхиседека? Потому что он, как Мелхиседек, не имеет ни начала дней, ни конца жизни Но пребывает всегда И замечательный совершенно стих, который есть в послании к евреям Говорится о том, что Иисус Христос имеет священство непреходящее То есть священство, которое не подлежит передаче Оно принадлежит только Ему Мы читаем, что Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых Послание к евреям, 10 глава, 4 стих Он заключил с человечеством Новый Завет Евреям 8, 6, 11 И поэтому старое священство стало немощным и бесполезным Евреям 7, 18 Произошла перемена священства Евреям 7, 12 Библейская картина Старое священство, как потерявшее силу, оно упразднено Новое священство появилось, но его имеет только один священник Которым является Господь Иисус Христос Вся вот эта система, которую мормоны рисуют, на самом деле не является библейской изначально Более того, интересный момент, что право быть левицкими священниками То есть священниками по чину Авраама Имели право только кровные потомки самого Авраама И писание очень ясно говорит о том, что другим коленом приступать к священству Ааронова Было запрещено под страхом смертной казни Любой другой человек, не являющийся кровным потомком Аарона Не имел права иметь этого священства Книга чисел, 3 глава, 10 стих И 18 глава, 4 и 7 стихи Церковь мормонов утверждает, что восстановила ту иерархию священства Которую когда-то засчитала в первой церкви То есть они говорят о том, что церковь времена апостолов Была устроена точно так же, как сегодня устроена церковь мормонов То есть там тоже были диаконы, учителя Священники, первосвященники, епископы, патриархи и так далее Однако, когда мы с вами смотрим на Евангелие Когда мы смотрим на Новый Завет Мы видим там совершенно другую картину Например, в ранней церкви понятия епископ и пресвитер То есть старейшина Они были тождественны Там не было пресвитеров и епископов Писание называет пресвитеров епископами Епископов пресвитерами Это были синонимы Если вы хотите в этом убедиться Книга Деяний, 20 глава, 17 стих Сравнить с 20 главой, 28 стихом Где от них и тех же людей апостол Павел сначала называет Вернее, Лука, поскольку он был автором Деяний Называет сначала пресвитерами или пасторами А потом называет блюстителями или епископами В греческом тексте стоит слово епископос Патриархов из 70-х в ранней церкви не было вообще То есть 70 человек, которые Господь избрал Это было вообще одномоментное событие То есть никогда в будущем Господь ничего подобного не делал И в ранней церкви ни о чем подобном мы с вами не читаем Наиболее характерным примером несоответствия Мормонской структуры Новозаветному представлению о церкви Является титул первосвященника Мы с вами отлично знаем, что первосвященник Это чисто ветхозаветное понятие Это человек, который имел право раз в год войти в святое святых Чтобы совершить там жертвоприношение за весь народ У мормонов мало того, что первосвященников Много-много людей, то есть там даже не сотнями, а тысячами Наверное, эти люди исчисляются Но и служение, которым они занимаются Совершенно иначе выглядит В послании к евреям 8 глава 3 стих Говорится о том, что первосвященник приносит дары и жертвы А у мормонов это человек, который руководит духовной жизнью церкви Это совершенно разные вещи Более того, мы совершенно ясно видим, что с пришествием Христа и жертвой Которую он принес раз и навсегда Служение первосвященника, оно уже больше не нужно И видимым доказательством ненужности этого служения было то, что когда Господь испустил дух Разорвалась завица в храме То есть вот то, что отделяло всегда святых от святого Оно уже было упразднено То есть больше этой преграды не существует И Писание сегодня говорит о том, что мы все с вами Каждый человек верующий во Христа является царем и священником Нам не нужно быть посвященными в какой-то особый чин какого-то особого священства Для того, чтобы так именоваться Каждый из нас является священником Потому что каждый из нас в жизни своей приносит Богу дары и жертвы Каким образом? Это жертва нашей жизни Это жертва нашей хвалы Это жертва наших уст Это уже не огнцы и козлы Это жертва, которую мы отдаем в благодарность Богу за ту жертву, которую он нам принес Она нужна не для спасения, а это результат того, что Бог нас уже спас Это совершенно иное священство, нежели священство ветхозаветное И ко всему прочему, послание к евреям говорит нам о том, что Иисус Христос, усовершившись, совершив жертву за нас Стал для нас первосвященником вечно, навсегда У нас уже больше нет необходимости в другом первосвященнике Тогда, как в Израиле первосвященники избирались один с другим Один уходил, на его место приходил другой Именно потому, что это священство не было совершенным Из всего того, что я сказал выше, следует, что структура священства, которая есть в Мормонской Церкви Не соответствует тому, что мы видим в Новом Завете И поэтому назвать современную Церковь Мормонов восстановлением Нового Заветного Порядка На самом деле это искажение действительности Ничего похожего в Новом Завете не существовало Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС Это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Интересно, что несоответствие структуры Мормонской Церкви Структуре Библейской Церкви было очевидно даже для самих ранних мормонов С первой мормоны, когда только стали вводить все вот эти чины священства Они понимали, что на самом деле все это выдумки Ничего этого быть, согласно Писанию, не должно Один из лидеров ранней мормонской церкви, которого звали Дэвид Уитмер Небольшое пояснение, чтобы вы поняли значение этого человека Дело в том, что книгу Мормона Вот та книга, которая является ключевым моментом для всей мормонской истории Джозеф Смит получил от Бога в виде пачки золотых листов На которых был написан текст книги Мормона И он при помощи дара и силы Божьей якобы перевел все это дело на английский язык А потом пришел ангел по имени Мороний У него забрал эти золотые листы и опять их где-то спрятал И вот для того, чтобы люди поверили Нельзя же показать стопку листов, их больше не существует Чтобы люди поверили, что эта стопка листов на самом деле существовала Бог позволил Джозефу Смиту показать эти золотые листы Сначала трем свидетелям, а потом еще восьми свидетелям Которые каждый из них подписал документ, в котором было написано «Да, я видел золотые листы» И вот человек, о котором идет речь, был одним из трех свидетелей книги Мормона Одним из трех людей, которые якобы видели золотые листы То есть человек, имя которого является невероятно важным для истории Мормонской церкви Человек, имя которого есть в каждом экземпляре книги Мормона, который когда-либо издавался Человек, который был ближайшим помощником и советником Джозефа Смита в самые ранние годы становления церкви Вот этот человек, уйдя из Мормонской церкви, написал несколько писем В которых обвинил Мормонскую церковь в искажении изначального откровения И вот в одном из своих писем, которое называется «Обращение ко всем верующим во Христа» Он писал по поводу как раз структуры Мормонской церкви следующее «Первосвященники были в церкви лишь до Христа И существование этого чина в церкви Христа не согласуется с учениями Христа ни в одной из священных книг Сам Христос является нашим великим и последним первосвященником Братья, я скажу вам одну вещь, которую уже сама по себе должна поставить для вас точку в этом вопросе Вот она Вы не найдете в новозаветной части Библии или книге Мормона Ни одного упоминания о том, что хотя бы один первосвященник когда-либо был в церкви Христа О чине старейшины говорится во многих местах Но о первосвященнике в церкви ни слова Уже одно это должно убедить всякого И убедит всякого, в ком нет предубеждений Что чин первосвященник был введен в церкви почти через два года после ее начала людьми, которые скатились в заблуждение Вы должны признать, что церковь, созданная в этом поколении, должна быть подобна церкви, о которой учили ученики Христа прежних времен В таком случае церковь святых последних дней не похожа на церковь Христа прежних времен Потому что у вас в церкви есть чин первосвященник Человек, имя которого абсолютно важно для истории церкви Уйдя из церкви Мормонов, обвинил их в том, что они исказили библейское учение и, собственно, свое раннее учение церкви Мормонов Введя чин в свое священство, которого нет ни в Библии, ни в книге Мормоны, который по логике там быть не должен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok